На рассмотрение Совета по делам инвалидов вынесли четыре вопроса. Первый – содействие в трудоустройстве сочинцев с инвалидностью. Члены Совета определили перечень организаций, обязанных создать или выделить квотировочные рабочие места для этой категории граждан. А также внесли предложение по механизму стимулирования работодателей. Обсудили вопрос доступности общественного транспорта. Сегодня в городе достаточное количество пассажирских автобусов, которые соответствуют требованиям доступности. Но, несмотря на это, при очередных закупках транспорта приоритет муниципалитет будет отдавать именно автобусам с подъемными устройствами. Обсудили члены Совета и работу по формированию так называемых эталонных зон доступности. Сочи считается примером по разработке безбарьерной среды. Доступными признаны порядка полутора тысяч объектов. Но, как отмечает руководство города, работа эта не закончена. Мы во время подготовки Олимпийских и Паралимпийских игр вели работу только по зонам международного гостеприимства, четырем зонам. А сейчас стоит задача в постановлении губернатора о том, чтобы безбарьерной доступной была вся городская черта. И такую задачу сегодня ставит глава города Анатолий Николаевич Пахомов, чтобы продолжалась эта работа, чтобы у нас действительно для всех категорий маломобильных граждан была очень комфортная городская среда для перемещения. Для контроля за созданием зон доступности будет следить специально созданная рабочая группа. В ее состав войдут и представители Совета по делам инвалидов при главе города Сочи.